Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Айнура Испенова. Она журналист, друг, в общем, она будет задавать вопросы и делать наше с вами общение интереснее и динамичнее. Игорь, честно, мне, знаешь, стала интересна тема, как можно диагностировать себя самостоятельно. Наверняка к тебе приходят люди, которые даже и не догадываются, что у них в теле где-то находятся блоки-зажимы. Есть ли такой способ? Диагностировать себя самостоятельно на начальном каком-то этапе практически невозможно, но ты точно можешь понять, что у тебя зажим, когда некоторые люди не могут просто сделать глубокий вдох. Они вдыхают, у них там ком в груди, там больно как-то этот, ком в горле появляется у кого-то, и они не могут откашлить, да? У кого-то кто-то даже путает это состояние, ну, типа с астмой, но это не астма, да? То есть они ходят по врачам, что-то там узнают, но как бы есть удушье, но нет болезни, и в общем не знаю, что с этим делать. Это точное указание на телесный зажим, да? То есть когда врачи не могут поставить диагноз, это тоже один из таких показателей, признаков для того, что есть зажимы. Еще зажимы бывают в районе живота. В районе живота видно у многих, да, то есть живот становится очень твердый. Это, ну, примерно так, но причины разные. Вот, то есть вот сам живот, он, его когда трогаешь, он прям такой уплотненный какой-то. Это вот тоже показатель того, что есть зажимы вот в районе живота. И зажимы еще внизу есть, но там то же самое, да, то есть тело должно быть мягким, эластичным. Если нету эластичности или какой-то мягкости, то это уже показание тому, что есть зажимы телесные, есть блоки там эмоциональные. Вот, ну все. Расскажи, пожалуйста, ну, имеет ли значение, как делать вдох, там, сидя в развалку или обязательно нужно каким-то специальным образом? Вообще, вообще разницы нету, но я всегда прошу это делать стоя, да, то есть стоя сразу видно, то есть человек сделал вдох глубокий, по нему видно сразу, как он живет, где у него блоки. То есть по дыханию можно сказать, как человек относится к жизни и что с ним происходит в данный момент, что у него было в прошлом, в настоящем, в будущем, то, что происходит. Это не то, что там, можно сказать, что ты делал в четверг, но нужно точно понять твои отношения с родителями, там, с противоположным полом, с работой, что у тебя сейчас происходит. Ну, то есть прям по телу можно считывать. Вот, ну, так понимаю. И, ну, раз уж ты начал тему, да, вот по поводу, там, верхних зажимов, центральных, там, нижних, как-то это можно диагностировать? Что с чем связано? Горло, если, ну, вот, горло, это недосказанность, это подавленное творчество, это нужно, в общем, с человеком, когда работаешь, уже нужно его ковырять и смотреть, с чем это. Потому что у некоторых зажимов есть, ну, множество всяких проявлений, и очень важно накопать именно то, откуда оно взялось. То есть кому-то там петь запрещали в детстве, есть такие, да, и у них просто вот ком в горле стоит, и им просто нужно начать петь. Ну, в смысле, это надо проработать, а потом просто надо начать петь. Кто-то просто привык давить это все, вот, всю боль в себя, и оно тоже в горле оседает. То есть это надо выяснять и смотреть уже конкретно с каждым человеком, откуда у него вот это, ну, откуда причины, первопричины, откуда идут. Здесь это боль в сердце, это душа, здесь вот утраты и больше, знаете, нехватка любви, там, какой-то, вот, жертвенность какая-то, она вот здесь в грудь прям сильно болит. То есть здесь середина меридиана, если вы его надавите, если здесь больно прям тебе, то это сто процентов тебе нужно, в общем, уже как-то с этим разбираться. Потому что здесь, в принципе, болезненные ощущения испытывают почти все. Если вот надавишь, ну, если ты надавишь, и ты не можешь это терпеть, это уже, ну, это уже явно нужно работать над собой. Ну, смотря как давить. Если не как давить, здесь, если есть блок в теле, ты хоть вот пальцем тыкнешь слегка, и просто невыносимо больно терпеть невозможно даже. Поэтому некоторым вот так просто подыдешь пальцем тыкнешь, у него слезы сразу, типа, это нужно четко считать и понять, и, ну, когда тыкнешь, и многим кажется, что это какое-то, знаете, волшебство. Человек сидел-сидел, пошел пальцем тыкнул, он начал реветь, это, ну, очень странно. Даже для того человека, кто ревет, ему странно, да, он сидел нормально, слезы. Там нажмите мне куда-нибудь, чтобы я успокоился, да? Ну, там уже надо давить до тех пор, пока это все не выйдет. Там можно опять задавить, и он уйдет с тем, чем пришел, он чуть меньше там останется, ну, как-то. Вот. Здесь, здесь вы никак не отследите. Почему? Потому что здесь очень важно чуть-чуть надышать, и потом слегка, ну, как бы не слегка, здесь уже надо чуть сильнее давить, потому что у людей пресс там, ну, и чуть когда поддавливаешь, там прям невыносимая прям резь. Здесь идет, и вот тоже там больше крик за что-то выходит. Здесь не слезы, здесь прям кричат они, а-а-а, потому что больно прям. И с чем связано вот у мужчины? Здесь сила воли, это тогда, когда были какие-то проблемы, и ты их зажал. В основном сегодня это то, что вот сейчас стали люди приходить, это финансовые, знаете, это когда утрата денег что-ли большое. То есть, когда крупные суммы теряют, они вот здесь прям садятся справа и вот слева, ну, чаще с правой стороны, вот тут чуть вправе от попка. Вот. Они прям блоком там, не то чтобы блоком, там как бутылка такая, цилиндрический форма какой-то, прям надаешь, и вот надо давить, пока вот он все не выкричит. Как я прокричал, он прям отпускает, живот становится прям мягким. А-а-а, значит, можно сказать то, что финансовые блоки, вот они находятся в области живота. Ну, это не прям так, но почему, потому что это могут быть любые утраты, которые ты пережил. А-а-а, вот, ну, так как мы сейчас, в основном, сейчас войны нету, ну, и оно в основном, ну, финансовые получаются. Вот. И он же не повесился, пошел, он как бы, он схавал это и как-то дальше живет. А-а-а, ну, оно вот в тени остается таким образом. Ну, вот ты даже сказал, схавал, то есть съел это, да, и где-то в вашей воде, да, это все выросил. Он проглотил, и вот он ее уходит, да, и блок он остается. А-а-а. А нижние вот чакры? Нижние чакры есть такие, даже вот непроходимость труп у женщины, да, у мужчин, честно, не знаю, не отслеживала, у женщины непроходимость труп есть, да, то есть она не может забеременеть, у нее нет показаний таких сильных, там, каких-то, этот, но она не может. И это вот сексуальные зажимы, это первая, вторая чакра, это там, внизу живота, в общем, у нее просто спазм. Это там все женские обиды, женские какие-то разочарования там все, да, потом, как это, недостаточно часто там сексуальные, ну, несексуальные жизни постоянно. И там вот тоже блоки внизу живота. Есть там тучка одна над волковой кустью прям, и на нее, когда давишь, там просто вот ощущение, что свет выключили. Честно, мне когда первый раз надавили, я думал, умер я. И высвобождается просто слезами, женщины плачут где-то минут по 20, мужчины орут просто нереально. И это вот все выходит, и когда останавливается, тоже низ живота становится мягкий, то есть тело становится уже более упругое. Вот нету вот этого вот закостенелого какого-то панциря, который, вот, оно вот так убирается. Самому себе так надавить себе жалко, так не сможешь, если пробовал, и как-то это не получается. Не до конца все равно. Ты не сможешь так все, да. Это все равно, что дверь в косях зажать, и когда ты ее пытаться закрыть самостоятельно, не закроешь никогда. Вот, есть неврастения сейчас очень, как бы, часто. Это вот здесь, на голове. И даже в этих массажных практиках, где-то в врачебных, там, они говорят, что есть такой шлем неврастения. Это вот скальп, то, что индейцы снимали, кожа приклеивается к черепу, и она, как бы, не ходит. Вот, и когда вот человек нервничает или истерит часто, то у него, ну, зажимы, вот, блоки прям в голове. Их начинают щелкивать, и тоже слезы с глаз прям очень сильно. Это у людей, у которых прям, которые истерят уже долгое время. Есть истерики явные, которые человек высказывает, есть истерики, которые внутренне, он просто ходит молчать. И вот именно, когда вот просто щелкнешь слегка, вот, ну, ревут тоже. Наверное, очень сильные головные боли, да, приедут? Там мигрени, да. Это до мигрени доходит, и вот, и, ну, начинается с неврастения. Неврастения, ты можешь там, кстати, с ним ходить где-то там, с таким диагнозом где-то года 2-3, и потом начнется мигрени только. Ну, то есть мигрени тоже такая стадия уже более поздняя, что ли, например, с ним. Лучше переходить на, ну, до мигрени. Потому что мигрени, когда это, ну, это тоже ревут очень долго. Вообще у нас все вот эти блоки, они выходят в основном слезами, там, криками, соплями, поносом, тошнотой, вот, и, в общем, это все выходит. Всем прекрасным, что у нас есть. И со всех дыр это все льется, или там кричится. И эта процедура, знаете, больше всего удивляет, что они плачут, плачут, и потом, ой, как хорошо, спасибо. А со стороны, которую человек смотрит, ему его жалко, ему кажется, что вот ты им там подчиняешь какой-то вред, а человек, потому и спасибо, там, ну, потому что всегда человек чувствует, когда у него идет вот это высвобождение, да. Я всегда говорил, что это катарсис, где-то я услышал такое модное слово катарсис, катарсис. Потом недавно забил в гугл, это реально катарсис, ну, то есть через какой-то стресс ты выходишь в более другое высшее состояние, наверное, эмоциональное. Скажи, пожалуйста, значит, ну, я правильно тебя поняла, что если тебя беспокоят какие-то боли, какие-то недуги на протяжении долгого времени, это уже говорит о том, что есть блок в теле? Ну, вообще, да, но, знаете, не надо сразу сваливать все на блоки, да, нужно сначала посмотреть по врачам, походить, потому что есть вещи, которые вот реально где-то к врачам, да, то есть не надо там фанатеть на этих блоках там сильно, но если надо идти к врачу, то надо идти к врачу. Но если тебе не могут там как-то помочь, они говорят, у тебя все хорошо, а ты чувствуешь, что нехорошо, то, наверное, это надо уже разбираться в себе и искать это где-то вот в соматике, да, в психосоматике, в соматике, и в телесных зажимах, в блоках, потому что некоторые люди говорят, что там чудо совершили, там еще, потому что человек болел там 11 лет, пришел на сеанс, у него все высвободилось, и он вдруг выздоровел, да, и потом они, что вы сделали, как это прошло, я не знаю, да, то есть мы поработали с блоками, и там что-то вдруг прошло. Некоторые прям свои ожидания такие, он тебе поможет, он тебя вылечит, я не лечу, да, то есть я прорабатываю в блоке с тобой, и у тебя происходят какие-то реакции ответные организма, которые положительно сказываются на здоровье, и поэтому, ну, иногда эти реакции бывают неположительные, да, то есть есть, я же говорю катарсис, да, то есть ты на сеансе должен проработать все, то есть ты должен, мы должны вытащить, или ты должен потом еще раз прийти, да, но наши люди, в основном, когда снимаешь первый слой, им достаточно, они второй раз могут не прийти или третий раз, да, и там на себя уже потом и денег жалко, и времени нету. Ну, желательно проходить до тех пор, пока, ну, как бы, ну, не до конца. Причем количество сеансов ты регулируешь сам в том плане, что ты же сам чувствуешь, насколько ты проработал. И я же, ну, я обычно, ну, людей не манипулирую, да, я говорю, там, ну, желательно прийти, ну, обязательно прийти, или там, ну, вот как-то. А бывает такое, что за один сеанс все прорабатывает на сто процентов? Бывает. Но все равно рекомендую два, потому что это же надо как-то наполнять все. Я поэтому и делал тренинг, да, двухдневный, то, что люди там отрабатывают первый день свои блоки эмоциональные, вот это все выходит, и второй день идет наполнение, там, медитации, там, наполнение энергетикой, и тогда нету рецидивов, таких частых, во всяком случае, когда ты к этому возвращаешься. Индивидуальная сессия, когда ты просто проработал, и даже когда ты отходил рекомендованное количество, не даст той защиты, не такого длительного эффекта, как тренинг. Тренинг дает прям такой завершающий, и по моей практике, сколько я отслеживал людей, у участников тренинга результаты выше, чем у тех, кто ходит индивидуально. Потому что тараканов, кто ходит индивидуально, у них больше, да, там, при людях не могу, вот это там не хочу, там еще что-то этот, и они вот в своем мерке, они таки зажимаются. А тренинг, он более раскрывает человека, ты там открываешься, ты видишь других людей, других участников. Групповая динамика. Групповая динамика, есть еще, знаешь, возрастные, когда группы разные, там, допустим, ты смотришь, вот эта женщина вела себя там вот так 60 лет, мне сейчас там 20, да, а я веду себя точно так же, если я так же проведу, я буду вот через 50 лет, там, через 40 лет точно такая, как она, я так не хочу. А тот, кто 60, она говорит, девочка, не веди себя так, ты посмотри. И та начинает давать конкретные советы, да. А на индивидуальной сессии мы проводим только сквозь призму двух человек, да, то есть через клиента и через меня, то, как я понимаю. Но я же не самый умный человек на планете. Есть люди, которые прошли этот опыт своими ногами, они скажут больше, чем я. Поэтому тренинг я люблю больше сам, потому что я там больше учусь, чем где-либо еще. Тогда у тебя ближайший тренинг? Так, ближайший тренинг в Алма-Ате 5-6 мая. Вот на этой неделе в Москве будет, вот потом через 2 недели в Дубае будет, там, почему. Сейчас я вчера график делал до конца декабря, до конца года. Я прям просто дышу, почему? Потому что там выходных нету, не то, что практически нету, там нет выходных, там каждую неделю прям какие-то города, тренинги. Мне нравится, но иногда прям устаешь от перелетов, от часовых, вот этих погодных теперь условий. А так я прям люблю. Так что, друзья, осталось на самом деле совсем немного времени, и, наверное, свободных мест тоже мало осталось. Звоните по этому номеру телефона и записывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова